Добрый день! Сегодня мы рассмотрим головоломку, на которую мало кто обратил внимание, которая затерялась среди новинок. По крайней мере, я не видел ни одного обзора на нее и свой не знаю когда выпущу, поскольку актуальность не так высока. Коробочка от фирмы Lanlan, как обычно, без опознавательных знаков, поэтому сразу открываем и достаем вот такое вот изделие. Здесь видим какие-то изображения DDR, логотип Lanlan и знакомую форму. Название Curvy Dodecaedron Cube, а есть еще Curvy Dodecaedron Cube от того же бренда, очень похож внешне, только вот это Cube, а это Cube 3х3, вернее его Shape Mode. Есть непроверенная информация, что это один и тот же Designed, но здесь он почему-то подписан, а тут нет. Про эту головоломку также будет отдельное видео когда-нибудь. Также, как многие знают, что у головоломки от фирмы Lanlan есть альтернатива от MF-8, точно такая же головоломка, но в строгой форме кубика. На удивление, как только я начал собирать эту трешку, мне вспомнилась другая головоломка, но от Диан Шенг называется она Blade, если я не ошибаюсь. И по сути, это не что иное, как одно и то же, только здесь острые угловатые формы, есть серый цвет вместо оранжевого, а здесь все по классике, стандартные цвета, но форма округлая. По сути, это одинаковые головоломки, можно посмотреть на элементы, вот на желтой хране это отчетливо видно, но это поменьше, это покрупнее. Это как бы карманный вариант и кругленький такой весь, приятный, в руках держать удобно. Здесь же при вращении все такое острое, но на любителя. Да, это такая же головоломка, как у меня есть, но стоит она не особо дорого, поэтому я не жалею о ее приобретении. Мы, конечно, соберем и разберем, но также хотелось сказать, что в первую очередь она мне напомнила мастер морфикс обычный. Чем-то похоже. Вот у нас такой есть уголок, такие вот есть и ребра, как здесь, но только вот у мастер морфикса все уголки такие, но не все, а таких четыре, а у додекаедрона вот этого, таких только два. Остальные уголки такие маленькие. Четыре трехцветных, четыре одноцветных, а здесь трехцветных два, а все остальные одноцветные. Ну, из-за того, что есть одноцветные уголки, здесь возможен псевдопаритет по флипу угла. Ну, один из самых и безобидных. Давайте мешать. Поскольку это трешка, здесь все собираться будет, как в обычном кубике, три на три. Единственное, мы будем ориентироваться еще и по форме. Нам это будет помогать. Ну, и ребра, углы, центры находятся на не совсем стандартных позициях. Сейчас соберем полностью. Думаю, проблем не должно возникнуть. Вращается неплохо, не уникально как-то, но для ван-ван очень даже хорошо. Меняет форму наш шип мод три на три. Собирать давайте начнем с какого-нибудь бело-сине-красного. Ну, у меня традиция начинать с белого. Если белого нет, то сине-красного, с чего-то такого. Ну, а здесь давайте найдем... По-моему, был здесь бело-сине-красный центр. Вот он. К этому центру мы, соответственно, должны поставить одно красное ребро, одно синее и парочку двухцветных. Бело-красное и бело-синее. Ну, вот синее рядышком уже. Все это интуитивно и похоже на Master Morphix, да и на другие шип моды. Синее, синее, красное, синий, красное, дальше бело-синее должно подойти с этой стороны и бело-красное. Бело-красное ищем и находим. А вот так, сторона не та, разворачиваем. Все как у Master Morphix. Дальше центры подыскиваем. Так, тут есть синий и тут есть синий. Тут совсем хорошо. Этот центр надо будет развернуть. Убеждаемся на этих. Да, подойдут. Значит, как мы разворачиваем крест вниз. Поднимаем, отводим ребро в сторону. Ну, поскольку это ребро синее, синим цветом нужно наверх поднять центр. Вот так вот. И все на место становится. Продолжаем здесь. Аналогично. Так, так. Ну, все интуитивно. А дальше бело-красное ребро. Значит, бело-красная часть должна быть сверху. Так, ну, мы собрали правильный крест. Здесь вот какое-то ребро встало уже на свое место. Понятно, сюда должен встать красный уголок. И, да, здесь все уголки, кроме одного, будут одноцветные. Так что это нам упростит сборку первого слоя. Если у нас тут зеленый, зеленого нет. Красного тоже нет. Ну, и есть синий. Просто три хода от пиф-пафа, и уголок становится на место. Может, конечно, и вторым сразу собирать. Ну, давайте посмотрим без него. Белый. Ну, вот здесь сразу пара стоит, белая. Почему бы ее целиком не поставить? Ну, все-таки с вторым быстрее. Быстрее. Так, вот сюда нужен какой уголок? Синий, красный, желтый. Синий, красный, желтый угол. Это вот такой. Так, и... Ну, опять пара стоит. Грех не воспользоваться. Так. Сюда красный уголок. Ну, мы понимаем, что чтобы поставить уголок вот сюда, не нарушая ребра, можно просто сделать три пиф-пафа. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. Так, ну и хотя бы одно ребро поставим методом для начинающих. Смотрим. Его либо отсюда ставить, либо отсюда. Чтобы проверить, как обычно, наклоняем ребро. Встал неправильно. Значит, двигаем на соседний центр. Проверяем здесь. Становится правильно. Значит, алгоритм нужно делать с этого центра. Ну, и он стандартный. Отвели. Отвели. Вернули. Вернули. Получили пару. В сторону. И поставили. Первые два слоя готовы. В отличие от мастер-морфикса, здесь всегда можно понять ориентацию ребра верхнего слоя. Ну, для того, чтобы собрать крест. Для этого просто подводим ребро к центру, возле которого оно должно стоять. Ну, здесь зеленое. И тут хорошо подошло. И здесь. Но оно важнее центра второго слоя. Зеленое ориентировано верно. Берем оранжевое. Подводим. Где у нас? Вот здесь должно стоять. Видим, что ориентировано неправильно. Следующее. Зелено-желтое. Не совпадает под фитом. Тоже неправильно. И оранжевое. Желтое. Стоит хорошо. Значит, правильно. Надо развернуть два вот этих вот ребра. То есть, получается у нас стандартная галка. Делаем фронт два пиф-пафа. Либо фронт и обратный пиф-паф. На шейтмодах я предпочитаю делать обратный. Потому что движений меньше. Так. Вот теперь у нас все правильно ориентировано. и можно переставлять ребра. Ни одно на месте не стоит. Ну, сделаем рыбку. Хотя, может, было как-то и по-другому. Вот у нас зеленое встало на место. Перево. Вот. Так. И что мы видим? Нужно по часовой стрелке поменять их местами. Ну, сделаем левую рыбку. Так. Ребра собраны. Один уголок стоит на месте. Ну, и остается просто расставить углы и потом их развернуть. Вставляем аппермум. Как и методик для начинающих. Главное не ошибиться. Так, и на удивление у нас сразу все собралось и никаких приключений не возникло. Ну, а по идее, здесь можно еще разворачивать уголки. Ну, и напомню о том, что, возможно, вот такая вот ситуация. Это такой же псевдопаритет, как и на мастерморфиксе и на некоторых других головоломках. То есть, по сути, нам кажется, что нужно развернуть всего лишь один уголок. Ну, а на деле, кроме этого, нужно развернуть еще какой-то. Ну, какой-то, это, очевидно, какой-то один из этих одноцветных, ориентация которых не важна. Соответственно, мы просто берем, разворачиваем вот этот угол, делаем сколько-то пиф-паф, пока он не развернется. Раз пиф-паф, два пиф-пафа, не развернулся. Еще два пиф-пафа. Смотрим. Уголок развернулся правильно, но здесь месиво. Значит, подворачиваем какой-то одноцветный уголок на то же место и делаем пиф-паф до тех пор, пока у нас вот это обратно не соберется. Ну, если там было 4, значит, осталось 2. Ну, и возвращаем. Вот и вся головоломка. Да, проста. Но, конечно, есть псевдо-паритет, но так вот на разок пособирать можно. Подойдет, в принципе, всем и начинающим, и коллекционерам. Если вы не знакомы ни с Мастер Морфиксом, ни с головоломкой от Диан Шенх, то можно брать. Если у вас такая есть, то это то же самое, но и смысла особого нет. Так, качество неплохое. Но мне понравилось. Хоть это и такая же головоломка, но я о покупке, как уже говорил, не жалею. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.